итак у нас уже пятая часть серии уроков по рисованию орнамента и эта пятая часть фактически продолжение 4 где мы рассмотрели первый способ создания другого блока с параметрами которые мы используем универсально для рисования всех ромбов для нашего цветка и остановились мы на том что у нас не совсем правильно отрисовываются наши ромбы а именно получается так что вот во втором и в третьем уже не хватает одной части возможно вы сделали паузу и посмотрели разобрались в чем проблема но я тоже постаралась разобраться и обнаружила что мы размышляли хорошо сексом все прекрасно но забыли о том что у нас изменяется y тоже по определенному закону до в первом цикле все понятно мы домножаем на коэффициент на втором цикле следующем когда мы рисуем вторую часть нашего ромба тоже нужно домножать на коэффициент с учетом определенных условий соответственно здесь вот вместо изменения на шаг мы должны изменять на шаг умноженный на y q это первое второе на что я не обратила внимание это то что когда мы рисуем вторую часть нашего ромба вот этот вот в данном случае здесь верхний уголочек здесь правый здесь нижний мы во втором цикле изменяем x и y условно говоря инверсно если мы в первом цикле допустим уменьшали x то во втором мы его увеличиваем зависимости от того в каком направлении мы рисуем аналогичная история происходит из y давайте посмотрим на готовые уже блоки для рисования второго третьего ромба значит что у нас x и y происходит для второго ромба а для второго ромба мы y если в первом цикле увеличивали на шаг то во втором цикле мы его уменьшаем на шаг для третьего ромба y мы уменьшали на шаг и продолжили уменьшать на шаг то есть получается тоже такая вот зависимость от того в каком направлении мы рисуем соответственно мы сейчас вот это вот ветвление должны вставить вот сюда и в зависимости от того в каком направлении мы рисуем у нас будут соответствующие вычисления для изменения x и y это кажется немного сложнее пока нет опыта этот опыт приобретается в процессе вообще написание самых разных программ в том числе допустим вот этот орнамент мы рисуем впервые и вообще рисуем орнамент впервые соответственно мы не успеваем пока еще сориентироваться в особенностях этих рисунков но если вы будете заниматься только написанием скриптов для рисования самых разных орнаментов вы увидите насколько быстрее у вас это будет получаться поэтому не переживайте если сразу что-то не получается вы видите что у меня тоже не все сразу получается я намеренно не полностью продумываю всю запись для того чтобы показать весь процесс работы программиста очень много программист проводит времени на тестирование того что он написал и чем больше он до этого продумывал алгоритм тем меньше у него ошибок если он вот так вот на лету как я вам показываю изменяет код то соответственно он постоянно натыкается на какие-то неточности и это происходит везде потому что еще есть такой момент что когда пишутся программы все сейчас процессы производственные стараются выполнять как можно быстрее и если у нас есть два претендента допустим на одну и ту же должность два программиста которые в общем обладают одинаковыми знаниями но один пишет код быстрее то конечно же он будет более ценным сотрудником чем тот кто пишет код медленнее допустим в чем недостаток наших скриптов которые мы писали до этого мы тратили дополнительное время на то чтобы написать дополнительные другие блоки для рисования каждого из ромбов если бы у нас было больше опыта мы сразу бы смогли увидеть основные закономерности и сразу бы закодировали это в универсальном другом блоке с параметрами но опять же это все такие моменты которые нарабатываются с опытом и достаточно не просто сказать что будет лучше и быстрее вот такой универсальный другой блок с параметрами или на других языках программирование функции или процедура или несколько похожих друг на друга других блоков без этих параметров которые понятны и быстро вы можете закодировать здесь уже вступают в силу какие-то возможно внутренние правила той компании в которой вы будете работать если захотите быть программистом но я вернусь к нашей задачи немного отвлеклась я надеюсь что эта информация тоже была для вас полезной значит что мы сейчас делаем мы отнимем вот эту вот часть кода и продублируем вот это наше ветвление она нам нужно дублируем вынимаем вот эту вот часть кода вставляем в цикл вот это ветвление вот тот блок шаг надо убрать мешает и продолжаем размышлять также как мы делали вот здесь до цикла если у нас направление 90 или минус 90 мы уже убедились в том что нам необходимо x и кстати говоря наверное y изменять вот таким образом здесь у нас будет уже и x и y ну давайте вот это чтобы нам все не мешало уберем и будем немного даже подгонять вот так я сейчас продублирую вынесу и потом мы сюда с нужными коэффициентами все подставим и так для случая направлении 90 и минус 90 смотрим как у нас меняются x и y с какими множителями так беру образец значит для случая направлении 90 у нас x сначала мы вычитаем потом x мы прибавляем а y как прибавляли так при прибавляем для минус 90 мы x прибавляли потом стали вычитать y вычитали и продолжили вычитать соответственно у нас вот то что мы сейчас вот в эту часть кода вставили как раз и соответствует действительности ну а для второго случая уже наверное стало понятным что у нас вот эта вот часть кода просто поменяется местами то же самое что происходило с x он тут у нас будет происходить с игреком то есть меняться знак изменения шага точнее изменения координат и y у нас будет вот таким вот образом так что такое не зато взяла вот так но что давайте проверим я все сотру будем надеяться что здесь теперь все будет работать правильно нажимаем выполнение ура все заработал он давайте для полноты картины пока нарисуем еще один четвертый блок вот с этим вот направлением 180 но посмотрим какие у нас коэффициенты с нулем я рисковать не буду в эфире потренируйтесь сами я думаю что у вас все замечательно получится значит здесь у нас что какие коэффициенты для икса у нас минус 1 для y к 1 а все остальное так x минус 1 y 1 и ик старт игрек старт тоже мы сейчас из того другого блока скопируем так ик старт внимательно аккуратно так икс и аналогично и грек ну и выполню отдельно эти три уже нарисовались я думаю что и 4 тоже нарисуется замечательно ну давайте все прекрасно то есть теперь вот эту вот часть кода мы можем вставить в основной наш алгоритм в основной наш скрипт но я это сделаю немного иначе так каким же образом не это лучше сделать ну буду перетаскивать вот это потому что в принципе здесь она мне уже не нужно опять же вот эти вот все части неработающие ненужные все это выбрасываем не надо захламлять код я знаю что многие начинающие программисты вот это все оставляют и смотреть на это очень сложно и уже если вы вместе со мной делаете скрипты вы видите как много у вас уже года и это все выглядит очень странно значит что я сейчас делаю я возьму продублирую вот этот вот основной наш скрипт вот так вот этот оставлю в том виде который был это первый способ но оставлю его невыполняемым то есть я вот так вот его оторву тоже чтобы он не выполнялся а вот в этот новый скрипт перемещу его повыше чтобы она меня здесь было побольше места еще надо ну может быть немножко не очень аккуратно но поскольку у нас в одном проекте несколько разных способов это неизбежно опять же когда вы делаете свои проекты скорее всего у вас какой-то один способ ну либо делать копии проектов это тоже можно сделать вот есть файл сохранить как копию то есть вы можете использовать сохранение как копии и у вас будет сразу несколько версий одного проекта и так вот у у нас все собралось и осталось только вот тут вот блок показаться у нас есть а еще нам нужно блок спрятаться потому что иначе если мы его не уберем у нас будет какой-то странный хвост где-то торчать так ну что проверим теперь вот это можно спокойно нажать на флажок либо выполнить вот этот весь код ну сам цветок рисуется по старому по старыми способами а все ромбики отрисовались очень точно и хорошо с использованием универсального 1 повторю еще раз другого блока они четырех хотя количество строк основного кода здесь все равно остается тем же только меняется сложность записи поэтому еще раз повторю очень трудно сказать какой из вариантов лучше но такой вариант скажем классические программисты назовут более красивым более экономичным потому что вместо многообразие однотипных данном случае других блоков или процедур или функций у нас один да с разветвлениями да с какими-то проверками но он один они 4 и он не намного длиннее у нас получился вы давайте еще раз на него посмотрим у нас всего лишь два ветвления добавилось но если сложить все другие блоки 4 сумме они все равно будет больше места занимать вот это мы завершили первый способ создание другого блока универсального для рисования ромбов и он такой сложным получился потому что мы выбрали такую концепцию рисования чтобы вот как бы начинать из одной точки еще здесь вот у меня осталась неточность но как я уже говорила в начале четвертой части мы можем исходить из другой концепции допустим я хочу рисовать все ромбы вообще одинаково а именно вот у меня одинаковый рисунок я начала снизу нарисовала один квадратик потом три квадратика 5 квадратиков 3 1 точно так же я могу и здесь нарисовать 1 3 5 3 1 1 3 5 3 1 и здесь уже 13 5 3 1 абсолютно одинаковые алгоритмы отличаются они только тем откуда мы начинаем то есть координатой 1 квадратика соответственно мы можем написать один единственный другой блок который допустим рисует вот этот вот ромбик и задать ему два параметра координаты точки начала я не буду это делать потому что я думаю каждый из вас с легкостью с этой задачей справиться по той простой причине что по сути это у нас другой блок который рисовал первый ромб но с двумя параметрами я вам сейчас просто покажу этот другой блок который я тоже написала подготовила вот этот другой блок я его назвала ромб универсальный с двумя параметрами x start ромб y start ромб вы уже с этим знакомы верно и вместо того чтобы опять же здесь как мы это делали в скрипте для ромба один задавать значение высчитывать x y мы это все передаем в качестве параметров задаем x start ромб y start ромб а все остальное по алгоритму вообще без изменений без всяких ветвлений потому что все будет одинаково и направление рисование тоже никакие коэффициенты здесь не нужны и вызов этого блока ромб универсальный вот с двумя параметрами с этими же самыми координатами вот этот способ он вообще почти идеальные для того случая когда мы хотим абсолютно одинаково рисовать наши вот эти вот части орнамента точно также можно поступить с любым другим фрагментом орнамента если они будут настолько одинаковые то есть мы отталкиваемся от одной точки и все у нас получается очень универсально и хорошо и удобно самое главное не надо как говорят огород городить итак мы с вами с принципе завершили рассмотрение первого способа рисования орнамента этот первый способ основан на том что мы его рисуем полосочками везде у нас фигурирует полосочки возможно вы захотели бы рисовать лепестки вот так горизонтальными линиями соответственно у вас другой процесс отрисовки но еще есть один момент связанные с тем сколько времени это все занимает как измерять это время и можно ли рисовать вот этот весь орнамент быстрее этот вопрос мы рассмотрим в следующей части нашего большого урока уже шестой а в седьмой части мы постараемся рассмотреть некие основы того как рисовать например этот орнамент с использованием не полосочек а например вот таких диагоналек состоящих из квадратиков которые такими лесенками как бы отрисовываются но это вот еще аж через одну часть так что следите за появлением новых видео экспериментируйте пробуйте рисовать другие орнаменты вы можете в поисковике задать орнамент национальный и взять за основу любой и попробовать потренироваться желаю всем успехов до следующих встреч